камера видеонаблюдения с алиэкспресс магазин ambiax бюджетная камера видеонаблюдения сегодня на видео 2 в одном как вы любите 8 мегапикселей вайфай айпи камера модель а 27 h 12 вольт 2 ампера блок питания в комплекте и также в комплекте в этом 32 гигабайт карта памяти закажите на 64 будет вас на наклейке на коробке наклейка 64 гигабайта соответственно карта памяти также или 128 камера поддерживает до 128 инструкция которую привыкли видеть можно ознакомиться на досуге на английском языке но камеры уже привязываются так просто что в инструкции вот просто именно ты можешь потом уже ознакомиться с инструкцией с какими-то моментами более глубокими блок питания стандартный разборной можно разобрать его посмотреть внутренности кому интересно может отремонтировать сделан он для крепления на стене ну и также удобно его в распред коробке куда-то поместить но видите он как бы защищен от влаги не герметично но момент брызг там вот этого всего защищен и смотрите чем интересна камера тем что она полностью черная привыкли такие камеры в камеры видеть а именно белый верх и черный низ или полностью белые а это полностью черный вариант прикольно она выглядит как бы наверно более солидно внутренности у нее те же самые что у как у прошлых камер что я вам показывал приложение x и май айси си айси си про x и май про одноплатформенное приложение что немного вижу различия смотрите вот это вот часть прямо втулка такая вынесена вперед то были заподлицо утоплены в этот раз вперед вынесено но это говорит о том что как бы борются они за светами от и к светодиодов и белых светодиодов 4 белых свет и белого свечения светодиодов и раз два три четыре пять шесть инфракрасных и вот это вот втулка именно ограничивает попадание свечения в матрицу то есть по идее ночная картинка именно в этом варианте камерой должна быть лучше посмотрим дальше верхняя камера как правило из по вертикали не изменяет настройки по горизонтали изменяются настройки с помощью кронштейна видите по таким вот углом она вынесена чтоб смотрела не вперед а с определенной высоты смотрела вниз фиксированный кронштейн здесь не плавный у него поворот а вот такой гребен гребенка стоит и фиксация происходит ступенчато показывал я вам на прошлом видео камеру тоже в таком корпусе именно в миниатюрном вы обратили внимание что эта камера маленькая по сути это две камеры ты получаешь в одном устройстве еще и в мини и в черном в малозаметном плюс кронштейн двухстороннего крепления или потолок или стена все универсально в том варианте камеры плавно поворачивалась я даже думал что там привод стоит ну фиксация была только плавная а здесь вот так ступенчато ну то есть ты прикрепил ее на стену и уже по факту крепления ты вылезаешь берешь за верхнюю часть камеры и выворачиваешь туда тебе нужно именно поворот вот этой камеры а вот эта камера у тебя смотрит например в другое место в перекрытие ставишь это право это левую часть контролирует территории что здесь еще у нас такого кабель на отводе кабеля в разъем питания и интернет кабель камеру можно по вайфай привязывать к роутеру который будет вещать камеру в интернет то есть камера через роутер вещает в интернет и ты через интернет заходишь на нее из любой точки мира с приложения со смартфона а также с компьютера с программы в мс или же на видеорегистратор ее привязываешь из приложения видеорегистратора также можно управлять и контролировать картинку с камеры динамик и микрофон встроенный карты памяти слот тут же и тут же кнопка сброса к заводским установкам сам рычажок сделан так что он достает кнопки но кнопка там аккуратно с этими кнопками потому что просто некоторые люди не чувствуют ее нажатия и выдавливают кнопка отрывается пайка падает внутрь и потом а у меня оторвана кнопка ну возможно что оторвана была но ты почувствовал бы как она там летала скорее всего люди просто выдавливают вот нажимаешь и и слышишь ты звук щелк нажал и держишь ее и сбрасываешь заводским установкам также эта кнопка работает три быстрых нажатия раз-два-три на переключение режима точки доступа камера переходит в режим точки доступа и на нее можно будет напрямую зайти со смартфона на расстоянии работы вай-фай и также отслеживать ее именно как точку доступа слот под карту памяти моя на 32 то что я заказывал кстати эту камеру я тебе продаю по цене aliexpress в украине заходи вот после видеообзора сейчас я видеообзор делаю посмотрим как она работает я ее еще не включал и не не проверял поэтому при вас я все делаю и ты увидишь нравится все заходишь в telegram пишешь мне и я с тобой списываюсь и ты получаешь ее уже в украине проверенную вот с картой памяти вот этот комплект как есть полезные ссылки в описании к видео и в заприк закрепленном комментарии под видео ищи всю информацию простейшее подключение эти камеры подключаются настолько просто что вот просто пенсионеры их покупают покупают женщины женщины в том в том возрасте ну когда боятся они роман я не знаю подключу я или нет но посмотрите видео подключите пишет спасибо да все получилось посмотрела ваше видео и подключила камеру первое подключение делаешь на столе желательно рядом чтобы был роутер которому ты будешь привязывать камеру по вайфай чтобы сигнал вайфая был максимальный включаешь в розетку блок питания камеру подключаешь к блоку питания пошло камера придерживаешь ее будет вращаться тестовый режим проходит может голосом что-то скажет уже русские прошивки есть в голосовом помощники поначалу может на английском говорить да а потом там переключишь на русский или русский даже подтянется русский подтянется сам главное чтобы тебя на смартфоне стоял русский язык и тогда подтянется он в приложении но из понятных вот ставишь или английский или русский приложение айсиси я добавляю можно айсиси про ну кому что открываешь приложение список устройств если у тебя не будет ничего то здесь будет пусто белый лист и плюс будет и здесь плюс добавить камеру там bluetooth на смартфоне включая обязательно и по вайфай также у тебя смартфон должен работать с этим роутер к роутером которому привязываешь камеру через пару секунд появляется у тебя уведомление в открытом приложении что устройство очереди одно и устройство вот камера наша роутер которому привязываю и пароль доступа до вайфая прописываешь в этом строке 2 и 4 гигагерц 5 гигагерц камера вайфай не поддерживает учите это учтите это обязательно потому что многие привязывают к 5 гигагерцов ему роутеру по вайфай камера не в не видит его и проблемы там 2 и 4 окей все в общем то показано вам что происходит читаете просто ждете просто ждете подключаюсь подождите все ждем все в автомате происходит готова подключена несколько кликов всего лишь прописывай что тебе нужно можешь сам написать там камера дом камера двор камера то все можно выбрать из готового потом поменять можно камера и карта памяти установлена обнаружено все есть и что писать тревожную или же постоянную запись выбирай сразу можно потом также изменить это получать уведомления по тревоги на смартфон или нет стандартно также ты можешь изменить это потом в настройках камера гостиная в моем списке устройств много камер поэтому много ты можешь именно вот смотрите кроме этой камеры добавлять еще много камер которые поддерживают это приложение по выбору камер с по совместимости с приложением делал я видео на своем канале кому интересно кто заинтересован уже например вот у тебя приложение а и сиси стоит x и май и тебе камера нужна другая а ты сомневаешься будет ли она работать в этом приложении смотри это видео если никогда смотреть пиши мне в telegram я тебе дам консультацию и дам ссылку тебе станут останется только заказать эту камеру и все не обязательно с приложением там x и май у тебя например приложение камхай и камера камхай и ты хочешь еще докупить чтоб работали в приложении пиши мне в telegram дам тебе ссылку кликаю по камере советуют нам сразу калибровку сделать но потом разберусь потом разберусь позже две камеры как обычно верхняя и нижняя сразу вот можно на столе и посмотреть по объективам по объективам по углу ну что сказать одинаковый угол по 36 миллиметра скорее всего да и тут и там объектив 36 миллиметра установлен по разрешению оставляю я дальше примеры с видео с камеры и там прописываю вам разрешение скорее всего три мегапикселя и три мегапикселя и 12 кадров в секунду не больше ты получаешь с этой камеры потому что картинка пишется двойная 2 в одной подключил камеру по вайфай и в дальнейшем хочешь по кабелю подключить протянул от роутера кабель в то место в месте установки например плохой сигнал вайфая ничего не делаешь только подключаешь кабель в камеру почему-то никакого голосового сопровождения сейчас не было но можно увидеть открыв камеру на картинке в правом верхнем углу нету значка вайфая когда камера работает по вайфай а сейчас в общем то по вайфай и и запустим подключение по вайфай при отключении кабеля успешное подключение к маршрутизатору а почему что не говоришь когда я кабель подключаю раньше на английском было сопровождение что изменен способ подключения сейчас что-то нету камера подвисла протягиваем вниз а уже появилась вот просто воспроизведение нажимаем и видим появился значок кабеля вайфай вот уровня это именно уровень сигнала вайфай на камеру и посмотрите тот спрашивали меня как определить вместе установки камеры уровень сигнала вайфая смотрите сигнал вайфая на камеру совпадает с уровнем сигнала вайфая смартфона делений одинаково поэтому берешь смартфон в то место идешь смотришь какой сигнал от роутера в том месте на смартфоне и такой же примерно будет сигнал вайфая на установленной там камере еще раз на кабель хотелось бы хоть какое-то подтверждение что именно подрубилась по кабелю но нету ну да все то же самое только вот уже значка нету значка вайфая на камере нету работает по кабелю идеальный вариант вообще чтобы забыла она про вайфай это подключить кабель вот как ты сейчас это как я это сделал заходишь в настройки камеры в раздел об устройстве листаешь самый низ и настройки по умолчанию сбрасываешь настройки по умолчанию странно какая сеть подключена настройки сброшены должны быть сказать должна была быть ждем перезагрузки камеры скорее всего она уже сказала сеть подключена имеется ввиду имелось ввиду что подключен кабель она уже определила и сказала и сейчас вот при сбросах настроек она забудет про роутер под которому по вайфай привязывали не будет доступа будет отключен у нее вайфай модуль и она будет подключена по кабелю никакие перри настройки переустановки тебе делать не нужно в приложении вот она меня уже определяет здесь как человека присылает уведомление не успел я все и теперь камера чисто работает по кабелю не будет никаких там подозрений что может она в том месте а переключилась на вайфай и имеются какие-то лаги там пропадания при вот такой вот в таком вот подключение сто процентов ты будешь знать что камера работает по кабелю как подключать по кабелю различными способами есть у меня спец видео на канале кому интересно ссылку дам просите в комментариях я читаю комментарии каждое утро захожу читаю комментарии поэтому можете заметить заметить что я отвечаю на все адекватные комментарии первое подключение можно делать по кабелю вставил кабель без всяких вайфаев это кому нужно но можно по вайфай подключить а потом переключать на кабель таким вот способом отличная камера слежение днем вообще идеальная плавная в двух плоскостях следит верхняя камера дает команду если видит в своей зоне обнаружения своей зоне ответственности человека дает команду нижней нижняя поворачивается шустро при этом и берет человека и следит за ним далее если нижняя камера своей зоне ответственности видит человека сама активируется сама начинает следить по верхней камере если отключить слежение то по определению человека камера может работать просто писать на вот на карту памяти или жесткий диск видеорегистратора или же программа вмс на компьютере выделите папку также будет сохранять верхняя камера просто пишет общую картинку и все не будет она определять человека при отключенном слежение когда включаешь функцию слежения верхняя камера дает команду нижний этап поворачивается определяет человека и только тогда к вам приходит уведомление на смартфон на apple watch часы ну куда вы там поставите на смартфон на приложение будет приходить уведомление по человеку приходят регулярно без всяких проблем будь ты дома куда в одной сети с этой камерой взял ты смартфон ушел в город и активировал мобильный интернет также ты будешь получать уведомление от камеры установленной дома или же улетел в другую страну через интернет также ты будешь получать уведомление о тревоге с камерой заходить на камеру можешь смотреть картинки тревожные уведомления на карту памяти также заходишь и все ролики тревожные смотришь универсальный вариант наверное в этом году это наилучшее что сделали из бюджетного диапазона китайские производители камер вот это вот два в одной потому что пользуется она очень большой популярностью потому что две камеры в одной по цене одной с хорошим функционалом и с хорошей картинкой днем и ночью на сегодня все камера продается по цене алиэкспресс в украине кому интересно телеграм заходите там с вами на связи подписывайтесь на канал ставьте лайк и пишите комментарий с дороги еще много чего интересного нажмите на колокольчик чтоб не пропускать новые видео всем удачи до следующих видео доставьте лайк и пишите комментарии